Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется Трума, подношение. Подношение, которое евреи начинают нанести для строительства временного храма в пустыне, и вы скажете, о, начинаются скучные главы. Главы, которые будут в деталях описываться, все маленькие закорючки, гвоздики, винтики храма, которые, ну, вообще, настолько нерелевантны к нам, учитывая, что даже мы говорим вообще про временный храм, который строился в пустыне, даже не про строительство третьего храма. Но, конечно же, наши комментарии находят огромное количество параллелей между строительством храма и нашей повседневной жизнью. Ведь заповедь строительства храма и звучит «Постройте мне храм, и я буду находиться в вас, в нас, с вами». И это параллели на уровне здоровья и работы, на уровне мировоззрения и морали и этики. Но есть одно общее правило, которое объединяет все работы храма непосредственно с нашей каждодневной и повседневной жизнью. Когда Тора подходит к строительству храма как к очень серьезному проекту, действительно, как project manager, если так можно сказать, классифицирует виды работ, которые должны вестись для строительства храма на 39 категорий. Перед этим, как говорится о этих 39 категориях работ, говорится о соблюдении шабата. Отсюда наши мудрецы и учат, что у нас есть 39 видов работ, которые нам запрещены в шабат. Но я не буду сейчас даваться в полемику о том, а как они это выучили, о все их детали, а что бы то ни было же шариковых ручек или электричества, когда строили храм, это не для этого формата. Но мне кажется, что здесь есть один очень важный урок для нашей сегодняшней жизни. Для этого я хочу поделиться своим наблюдением и ни в коем случае не перехожу на личности, но мне кажется, что человек, который занимается своим собственным бизнесом, всячески больше развивает в себе богобоязненность, просто является Бога, более богобоязненным человеком, чем профессионал, который просто ходит на работу и получает зарплату. Такой человек, в принципе, видит каждый день свои отношения с Богом. Самым наглядным примером для меня является история, которую, может быть, я уже рассказывал, но просто сразу она приходит мне в голову, которая связана с моей замечательной женой, которая управляет на сегодняшний день большой ювелирной компанией. И много лет назад она работала в компании, где один из работников этой компании решил открыть похожую компанию независимой и пригласил ее быть партнером. Это было очень заманчивое предложение. Но хозяева той компании, в которой она работала, они всячески уговаривали остаться работать у них. И она долго колебалась о том, переходить в партнерство или остаться работать в той компании. Я помню, что хозяин компании, который предлагал ей остаться, который религиозный человек, он сказал потрясающую вещь. Он сказал, что он знает, что в Рожешана Всевышний определил, сколько он должен заработать денег в этом году. Но он просит мою жену остаться работать с ним, потому что он знает, что вместе с ней ему это будет сделать гораздо легче. Это подход еврейского человека к бизнесу, когда мы видим Всевышнего своим партнером. И мне кажется, что шаббат это и есть инструмент, как мы делаем Всевышнего своим партнером. Как же его сделать партнером? Все очень просто. Ведь шаббат у нас не начинается заходом солнца в пятницу. Он даже не начинается с зажением свечей в пятницу. Да, да, дамы и господа, шаббат начинается с окончанием предыдущего шаббата. Потому что с каждой шесть дней будешь работать, надо закончить всю свою работу, а потом себе уже отмечать шаббат. Соответственно, с окончанием предыдущего шаббата мы начинаем работать, работать для следующего шаббата. выкладываться по максимуму, чтобы, да, заработать как можно больше денег, потому что шаббат – это не дешевое удовольствие, нужно красиво одеть свою семью, вкусно накрыть на стол, построить большой дом, чтобы принимать гостей за субботним столом. Но как только приходит пятница, вторая половина дня, мы уходим из своего бизнеса и должны пустить туда нашего партнера Всевышнего. Потому что мы занимаем собой наше рабочее место, и пока мы это рабочее место не освободим, наш партнер прийти туда не может, ведь мы хотим, чтобы наш партнер пришел. Поэтому Всевышний нам говорил, поработал, теперь иди отдыхай. Сейчас я буду заниматься своей экспертизой, буду давать благословение твоему бизнесу. Но говорит Всевышний нам, я не люблю, когда мне смотрят под руку, поэтому ты пойди отдохни, знаете, как уборщица, которая не приходит убирать офисное помещение, пока все оттуда не уйдут, потому что она не может полностью сделать свою работу, когда все путаются под ногами. Также говорит нам и Всевышний, у вас шаббат, дайте поработать мне. Шаббат это инструмент, каким образом мы даем возможность работать нашему партнеру Всевышнему. Шаббат это возможность пустить Всевышнего в наш бизнес, в наш офис, на нашу работу, в нашу семью, в нашу жизнь. Успехов! До встречи! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова